Убийство четверых студентов Университета Айдаха 13 ноября прошлого года потрясло всю страну. Молодых людей зарезали в собственном доме глубокой ночью. Итан Чуапин, Мэдисон Моген, Ксана Кернаделл и Кайли Гонсалвес жили вместе в небольшом городке Москва неподалеку от вуза с двумя другими соседями, которые не пострадали в ночь нападения. Все жертвы, получившие множественные ножевые ранения, были в возрасте 20-21 года. Накануне Нового года стало известно, что подозреваемого в жестоком убийстве 28-летнего Брайана Кобергера арестовали в его родном штате Пенсильвания, куда он приехал на праздники к родителям. Рано утром в пятницу 30 декабря Кобергер был взят под стражу без происшествий. Он был помещен в окружную тюрьму округа Монро. В настоящее время принимаются меры для доставки Кобергера обратно в Айдаху, где ему будет предъявлено обвинение. Брайан Кобергер – аспирант Университета штата Вашингтон, в Пулмане, который расположен в 15 минутах езды от места преступления. В связи с убийствами полиция разыскивала белый Hyundai Elantra. На таком же автомобиле подозреваемые вместе с отцом проехали через всю страну из Айдаха в Пенсильванию. После того, как Брайан закончил первый семестр аспирантуры по программе «Уголовное правосудие». Ранее Кобергер получил степень магистра в Пенсильвании также в области уголовного права. «Айдаха не раскрывает детали уголовного дела и основания для ордера на арест до тех пор, пока ответчик не будет доставлен в этот штат. Я считаю, что основной причиной отказа обвиняемого от оспаривания экстрадиции и стремления побыстрее вернуться в Айдаха является желание узнать, что именно содержится в этих документах». По решению суда Кобергера доставят в Айдаха в течение 10 дней детали уголовного дела и предполагаемые мотивы преступления пока не раскрываются. По данным СМИ, обнаруженное на месте преступления ДНК привело к аресту подозреваемого. В штате Айдаха действует смертная казнь.